Приветствую вас, дорогие мои зрители и слушатели. Меня зовут Казина Анна Алексеевна, я студентка 2-го курса факультета журналистики Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Сегодня я расскажу вам о теме проблеме человеческой природы в романе Свифта «Путешествие Гульвера». Чтобы подробно во всем разобраться, начнем с рассмотрения эпохи, к которой относятся жизнь и творчество Свифта. В XVI веке перестает существовать Ренессанс, эпоха торжества прекрасного, сильного, всепобеждающего человека с большой буквы, не признающего ничего убогого, слабого и отвратительного. Как ни странно, идиллию нарушило великое открытие, положившее основу нового миропорядка, вошедшее в историю как Галилео-Ньютоновская система построения мира. Вдруг оказалось, что Земля движется вокруг Солнца, а не наоборот, а Солнце – звезда в бесконечном пространстве. Что представляет собой человек? Человек – это песчинка, прах, ничтожная часть по сравнению с масштабами всего пространства. Человек в этом мире – лилипуд. Примерно такой идеологии придерживалось искусство барокко. Джонатан Свифт родился в Дублине, но этнически ирландцем он не был. Его родители были англичанами. Отец Джонатана умер еще до рождения сына. После того, как Джонатан родился, его мать уехала в Англию. Ребенок остался в Ирландии на попечении своего дяди. Получив образование, Свифт устроился на работу к своему родственнику Уильяму Тэмплу, секретарю известного английского дипломата. Тэмпл ушел в отставку и уехал вместе с Джонатаном в свое ирландское поместье – Мурпарк. Тэмпл был увлечен литературой. Вместе с ним этим делом уфлекся и Свифт. Тэмпл был заинтересован спором древних и новых. Спор о древних и новых – это раскол внутри французского классицизма, который состоялся в 80-е годы XVII века и взбудоражил всю просвещенную Европу. Его начали теоретик классицизма Николя Буало, утверждающий, что литература может только подражать античности. Ишаль Перро, опривергавший Буало, говоря, что античность – это прекрасное прошлое, а современные писатели должны искать что-то новое. Теория Буало относилась к древним, а Перро – к новым. Тэмпл поддерживал древних. Карлики, стоящие на плечах великанов, под которыми он подразумевал наших предков, так он отзывался о своих современниках. Эту же позицию занял и Свифт. Возможно, отсюда появились свифтовские лилипуты и великаны. Свифт создал свои системы, вымышленные страны. Свифт помещает своего героя, Лемюэля Гулливера, в каждую из них. Там Гулливер остается самим собой, но меняется его окружение, природа людей, которые составляют суть общества, той или иной цивилизации. Чтобы по-настоящему понять суть человеческой природы в романе «Путешествие Гулливера», мы не сможем обойтись без памфлета «Письма Сухончик». Это шесть полемических статей, написанных в форме писем. Георг Первый выдал своему приближенному Вуду патент на чеканку медных монет, причем их могли выпускать частные лица. Естественно, было разрешение, по которому можно было чеканить только определенное количество монет из фунта Миди. Но оно, к сожалению, не всегда соблюдалось владельцами патентов, что позволяло им получать большую прибыль. Не странно, что ирландцам это не понравилось. Тогда и стали они один за другим выходить в письма Сухонщика. Правительство понимало, что Сухонщик представляет собой опасность власти. Оно так четко это осознавало, что даже обещало награду за установление авторства писем Сухонщика. Все знали, что Сухонщик – это свифт. Ирландцы как-то даже встретили его плакатом с надписью «Привет Сухонщику!». Но никто не выдал своего героя. Письма вызвали широкий резонанс и вынудили короля созвать комиссию по проверке деятельности Вуда, которую возглавил Исаак Ньютон. Вот так жизнь истолкнула двух великих людей. Нарушений найдено не было. Скорее всего, это правда. Ньютону незачем было обманывать народ. Но Свифт явно был недоволен Ньютоном. В последующем письме он написал, что никто не вправе заставить ирландцев принимать медные деньги. Они имеют право протестовать. Складывается ощущение, что Свифту был интересен не Вуд, а ирландский народ. Ему было интересно, смогут ли ирландцы объединиться для борьбы с английским престолом. Иначе говоря, смотрел, на что хватит их человеческой природы. Ирландцы для него были лилипутами, над которыми он ставил опыты. А сам Свифт почувствовал себя кукловодом, великаном, управляющим толпой. У Свифта все получилось, он добился своего. Королю ничего не оставалось, как отказаться от патента. Ирландцы показали, что могут за себя постоять. А Свифт стал героем. Теперь ирландцы, которые его ненавидели, стали благотворить писателя. В Ирландию он переехал из Англии после конфликта с королевой Анной. Там ему выделили место настоятеля одного из дублинских соборов. Ирландцы приняли его не просто холодно, его угрожали избить. Но даже после смерти королевы Анны Свифт не может покинуть Ирландию. К власти пришла партия вбигов. Возвращаться в Лондон было опасно. В тот момент Ирландия стала для него убежищем, из которого он уже не выберется. Письма суконщика изменили положение дел. Ирландцы от ненависти перешли к настоящей любви и почтению. Но Свифт писал, что ненавидят Ирландию. Особенную неприязнь вызвала легкость, с которой ирландский народ менял свое мнение. В этом была их человеческая природа. Теперь мы можем рассмотреть проблему человеческой природы в путешествии Гулливера. Если обратиться к Бахтину и его статье «Проблемы поэтики Достоевского», к особенностям жанров миниповой сатиры, то вспомним, что фантастический сюжет не служит для того, чтобы положительно воплощать правду. Он нужен для того, чтобы найти правду, заниматься ее провоцированием и испытанием. Единственный персонаж, так или иначе отвечающий критериям реальной жизни, это Гулливер. Следовательно, он и воплощает правду, которую Свифт посылает на всевозможные испытания, которые он провоцирует сложностями, и все только для того, чтобы отыскать и его настоящую человеческую природу. Надо признаться, что в какую бы ситуацию не попал Гулливер, несмотря на различия людской природы в этих странах, Люмиуэль остается верным себе. Он не подстраивается под общество, но оно дает ему определенную окраску. Все относительно, как рост лилипутов и великанов по отношению к Гулливеру, так и человеческая природа Гулливера по отношению к аборигенам. Общественная жизнь лилипутов вызывает смех своей мелочностью и напыщенностью. Гулливер в этой системе отчета благодарен, великодушен и справедлив. Но не все так просто. Лилипуты добились значительных успехов в искусстве и технике. Блистательная сцена погрузки связанного Гулливера с помощью подъемных блоков не только смешит, но и восхищает, с какой смелостью маленькие человечки решают такие сложные задачи. А описание лилипутской системы образования отвечает самым прогрессивным представлениям эпохи Свифта. Мы найдем там и равенство полов, и гармонию физического и интеллектуального развития, и раннее приучение к самостоятельности. За лилипутами вовсе не случайно следуют великаны. Здесь, казалось бы, должно быть все благополучность человеческой природы, ведь они великаны. В силу своего роста они могут все. Они должны делать все правильно. Великаны ведут простую патриархальную жизнь. Ими правит мудрый король, но они не знают негрестериного оружия, а услышав о нем, приходят в ужас от безнравственности этого изобретения. Смешонный мелок на их фоне скорее сам Гулливер, с его амбициями просветителя, которого сажают в коробку. Но человеческая природа гигантов что-то не вызывает восторга. Это великаны, лишенные величия. Сверх не скупится на отталкивающие подробности, описывая грязь, бородавки величиной с тарелку, гигантских вшей и потоки крови казненного преступника. Когда дамы-великанши, забавляясь, сажают Гулливера себе за пазуху, он задыхается от запаха пота. Музыка великанов звучит на него, как сплошной гропот. В любой чашке или рюмке можно утонуть. В мире благородных великанов Гулливеру просто нет места. Размеры не те. Сейчас вспоминаются слова Темпла о том, что современные люди – карлики, стоящие на плечах великанов. Несмотря на то, что лилипуты смогли многого достичь в плане технических инноваций или каких-либо социальных аспектов, они измельчали в гражданском и нравственном отношении. Великаны сохранили мудрость и естественность, но они являются переживком прошлого. Современный человек ушел слишком далеко. Таким образом, Свифт мог сделать свой вывод о споре древних и новых. Для него нет идеала для подражания в прошлом. Но и в будущем идеала быть не может. Идеала не может быть и в науке. Она уже разбита Свифтом в третьей части «Приключений Гулливера», когда он изображает летающий остров Лапут, в котором правит ученая элита. Здесь Свифт раскритиковал даже общеевропейский идеал государства, когда власть сосредоточена в руках ученых. Особенно показательным получился момент, когда народ отправляет прошение в столицу, на летающий остров, своим правителям, которые парят над ними, но вместо того, чтобы заниматься их проблемами, мудрецы решают все вопросы граждан с помощью бомбардировки. Идеалом для Свифта в лице Гулливера стала лишь цивилизация Гуингдумов. И то это не человеческая цивилизация. Ее представители – это разумные лошади, которые, в свою очередь, ездят на еху, которые имеют множество сходств с людьми. Причем сравнение Свифтом людей с еху привело к тому, что стали поговаривать о том, что он психически болен. Свифт решил, что создание идеального общества возможно. Единственное, для этого придется немного изменить людей, избавить их от всех качеств, присущих им, и превратить в хороших, бесчувственных лошадей. И это вполне закономерное следствие для Свифта, хорошо знающего человеческую натуру, хотя бы на примере тех же ирландцев. Это заключение сродни фразе «Чем больше знаю я людей, тем больше я люблю животных». Свифт в одном из своих писем писал «Я всегда ненавидел все нации, профессии и сообщества. Вся моя любовь обращена к личности». Многое в жизни и творчестве Свифта построено на оппозициях. Эмоциональную оппозицию, ужас и благоговение внушают и путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемуэля Куллибера. Сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей. Литературное мастерство автора, его слог и остроумие вызывают благоговение, а ужас – его мнение о человеке и о его природе. Он писал, что еху являются самыми грязными, гнусными и безобразными животными, каких могла когда-либо производить природу. То же самое он думал и о людях. Это и есть человеческая природа глазами Свифта, которая отражается как в его жизни, так и в его творчестве. Эпоха Барокко властвовала свыше 150 лет, но в обществе зрели изменения. Свифт разорвал замкнутый круг, подготовили новую эпоху, которой уже потребовались герои. Нужно было менять действительность. Но это могли только люди, готовые совершать подвиги и своим страданиями изменять человеческую природу. Эти люди будут устремлены к свободе и героическим поступкам.